Дань мужеству и отваге. В Белгороде открыт памятник пожарным и спасателям. Церемонию приурочили к 25-летию МЧС России и профессиональному празднику, который сотрудники ведомства отметят 27 декабря. Дате посвятили торжественное собрание филармонии, на котором наградили лучших сотрудников. Олеся Веденеева с подробностями. Предупредить чрезвычайное происшествие, спасти людей из зоны бедствия, оказать помощь пострадавшим. Такова непростая задача спасателей, которую они выполняют порой даже ценой собственной жизни. Работа белгородских сотрудников ведомства была высоко оценена в этом году. Управление МЧС России по Белгородской области стало лучшим в ЦФО. Поздравить спасателей с 25-летием службы в преддверии профессионального праздника приехал глава региона Евгений Савченко. Вы настоящие спасатели не просто в силу принадлежности к МЧС, не только по роду службы, но и потому что в любой трудной ситуации вы первыми придете на помощь и сделаете все возможное и невозможное ради спасения людей. Ваш благородный труд, мужество и отвага, которые вы демонстрируете ежечасно, сродни подвигу и заслуживают величайшего уважения. Почетной грамотой губернатор наградил Михаила Каноненко, начальника отдела надзорной деятельности Старого Оскола и Староскольского района. Благодарности губернатора получили начальник отдела надзорной деятельности Белгорода Андрей Найденов и инженер испытательной пожарной лаборатории Антон Роганин. В сентябре этого года Антон спас двухлетнюю девочку, которая провалилась в канализационный люк. Благодарность главы региона вручили и полковнику внутренней службы Владимиру Кудренко. В МЧС он больше 20 лет. За годы работы спас десятки жизней. На сегодняшний день работа в МЧС России – это моя жизнь. Завтрашний день, сегодняшний – все связано только со службой. Поблагодарил ветеранов службы и выразил слова признательности действующим сотрудникам начальник главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов. Я хочу от всех вас заверить, что белгородские спасатели и дальше самотверженно будут стоять на страже защиты населения и территории Белгородской области. Сергей Потапов вручил медали «25 лет МЧС России» 9 спасателям. Среди них Светлана Карагодская. Она служит в ведомстве больше 20 лет. Служба моя началась в степях Казахстана. Я рада о том, что мне занесла судьба, так сказать, в этот город, в это управление, которое стало моим родным домом вторым, потому что служить здесь – это одна радость. Также сегодня в торжественной обстановке открыли памятник пожарным спасателям. Монумент представляет собой скульптуру пожарного, выносящего из огня ребенка. Это собирательный образ. Композиция посвящена всем, кто повседневным трудом предотвращает катастрофы, самоотверженно служит делу спасения людей. Фигура выполнена из бронзы, бетона и натурального гранита. Работа над скульптурой шла больше года. Автор памятника – известный белгородский скульптор Анатолий Шишков. Это память, которая посвящена людям, которые не щадят своей жизни, а спасают жизнь других людей. На открытии отметили, что памятник спасателям – не просто монумент, это дань уважения тем людям, которые служат и будут служить во благо жизни других. Отметим, что скульптура появилась благодаря добровольным пожертвованиям сотрудников главного управления МЧС. Олеся Веденеева, Павел Емелин, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.